Добрый день! Мы приветствуем вас на площадке только что открывшегося интернет-канала Парад Литературы Видеопоэзии. Он проходит в рамках просветительского проекта Народного Единства Дружбы Народов Белые Журавли России. Нашему проекту уже почти 9 лет. Нам помогают, он проходит под эгидой при поддержке Союза Писателей России, Российской Академии Художеств, Министерства Культуры Российской Федерации, Министерства Образования и Администрации Президента Российской Федерации. Также нам присылают письма поддержки. У нас есть буклет информационный. И вот тут письма, кто нам пишет. Начиная от Валентины Ивановны Матвиенко, от руководителей комитетов, тут вот был и Говорухин Станислав Сергеевич, и Мединский министр культуры, и вот Швыдкой, и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Баринов. Ну, это я говорю для того, чтобы вы поняли, что наш проект, в общем, достаточно серьезное начинание. Мы проводим различные конкурсы, мы проводим фестивали. Фестиваль у нас обычно проходит в Центральном Доме Литераторов, в Большом Зале, вмещающем 500 человек. Опять же, для некой статусности я вам расскажу, кто стал, в общем, лауреатами нашего фестиваля. Опять же, вот в буклете, который многие из вас при желании потом получат, когда мы будем раздавать подарки, а до этого мы тоже дойдем. Вот здесь у нас есть фотографии лауреатов. Это был Иосиф Давыдович Кобзон, это наш великий путешественник Федор Конюхов, Зураб Церетели, Армен Джигарханян, Владимир Зельдин, Герой России, сын великого дяди Васи, основателя ВДВ, Александр Маргелов, знаменитый композитор Александр Сергеевич Зацепин. Наверное, все, кто смотрел комедии Гайдая, знают этого замечательного композитора. Также у нас Владимир Грамматиков, Юрий Назаров, знаменитые писатели, Александр Проханов, Юрий Поляков и много-много-много людей. Значит, даже Сергей Шаргунов, который стал депутатом, у нас была и Мария Захарова, и Артур Челемгаров, и ансамбль Александрова. В этом году, в 2018 году, это был ансамбль песни и пляски Росгвардии, Елисейский ансамбль, знаменитая первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, народная артистка СССР Чурсина, наш самый, наверное, лучший взрослый режиссер Бартко Владимир Владимирович, великий художник Александр Максович Шилов, опять же, замечательный, можно сказать, великий художник Нестеренко, конечно же, любимый всеми автор песен, или Барт, как ныне принято говорить, Михаил Иванович Ножкин, Олег Газманов, ну и многие-многие другие, просто здесь всех, наверное, не перечислить. Да, Наташа Варлей, мы с ней давно дружим, опять же, великий детский композитор Евгений Крылатов, Михаил Задорнов, Сергей Петрович Никоненко, режиссер, и многие-многие другие. Чем интересен наш проект? Мы начинались, так как мы, я вам уже сказал, работаем под эгидой Союза писателей России, а я сам секретарь Союза писателей России, заслуженный работник культуры, автор 13 книг, вот скоро должна выйти 14 книга, также я автор достаточно большого числа известных песен, более 250 песен исполняются так называемыми звездами нашей эстрады, у меня, конечно, вызывает улыбку, я думаю, у вас тоже, мои песни исполняют почти 60 звезд нашей эстрады, начиная от Ларисы Долиной, Ирины Аллегровой, там, естественно, Киркорова, куда же без него, того же Кобзона, ну и так далее, и так далее. Кому это будет интересно, могут это найти на нашем сайте, или в Википедии, или где-нибудь еще. Но теперь перейдем именно уже к нужным, серьезным вещам, как бы вот я представился в общих числах, в общих словах сказал, что у нас такое, но самое главное, что мы делаем, кроме того, что вот, как я уже сказал, мы проводим большой фестиваль. Но, нами придуман и проводятся литературные непосредственно конкурсы. Мы первыми начали не только, кстати, издавать просто книги, мы еще переводим книги с языков народов России, и мы первыми начали не только переводить, но также целенаправленно и системно издавать книги переводов с языков народов России. Больше нас на постсоветском пространстве не перевел и не издал никто, ну, по крайней мере, из некоммерческих организаций. Мы издали уже 35 книг переводов с языков народов России. Мы издавали антологии Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Татарстана, Башкортостана, ну, и некоторые книги. Также мы издавали книги отдельных авторов, поэтов, значит, в переводах на русский язык. Также мы издавали книги, персонифицированные по переводчикам. То есть это была книга переводчика, в которую входили переводы, ну, там, нескольких, может быть, даже нескольких десятков поэтов, которых он перевел. Но особую нашу гордость составляют книги, если можно так выразиться, ну, в общем, как бы такие серьезные, которые обессмертят, ну, в какой-то степени, если не нас, то, по крайней мере, то, что мы делаем. И в первую очередь эта книга, я ее хочу показать, она вот так вот замечательно издана. Это уже второе издание данной книги. Первое было издано при помощи фонда поддержки правообладателей. А второе издание было осуществлено вот это вот самое в прошлом году. При поддержке мы выиграли президентский грант, достаточно большой и серьезный. И она была издана при поддержке фонда президентских грантов, выделенном на развитие гражданского общества. Также эту книгу нам заказало правительство Москвы для распространения по всем домам дружбы Москвы и России, по всему миру, со всеми странами, с кем у нашей страны есть дипломатические отношения. Чем интересна эта книга? Ну, во-первых, эта книга современной патриотической военной песни России. Как вы видите, тут написано «Работайте, братья». Это фраза дагестанского полицейского, который был цинично убит бандитами. Как вы все знаете. И вот, собственно, эта его фраза всколыхнула, наверное, всю страну. Подняла в людях, возбудила самые лучшие, может быть, дремавшие в глубине души чувства. И пошло огромное количество стихов, песен на вот эти темы. Может быть, даже в каком-то смысле превысило их количество в Советском Союзе. Ну, не сравнить, конечно, наверное, только с Великой Отечественной войной. Так вот, в этой книге более 1200 песен. Значит, 250 одних только поэтов. Указаны также, причем, многонациональных поэтов. Тут есть и Расул Гамзатов, тут есть и Фазу Алиева, тут есть Кайсин Кулиев. Ну, и, конечно же, тут есть все наши самые знаменитые поэты. Начиная от Евгения Евтушенко, Льва Оршанина, Евгения Долматовского. Ну, это я сейчас называю поэтов, которые недавно ушли от нас. А также, естественно, великих наших поэтов, я не побоюсь этого слова, Юрия Поликарповича Кузнецова, Бориса Примерова, Николая Тряпкина. Знаменитых наших авторов песен Михаила Ивановича Ножкина, с песнями которого начинал еще легендарный Владимир Семенович Высоцкий. Песен Олега Газманова, Александра Розенбаума, Трофима, Чечериной. Ну, всех тут не перечислить, их огромное количество. Песни в исполнении Кобзона, Лещенко, там ансамбли Александрова, ансамбли Росгвардии, ансамбли родов войск. Ну, просто, я говорю, известных и неизвестных, окопных поэтов, как я их называю. Поэты, которые писали песни во время войны в Сирии, во время войны в Донбассе, в ЛНР, в ДНР, ну и так далее, и так далее. Люди, которые просто честно выполняют свой долг, живут в разных уголках нашей страны, не считая себя невеликими, незнаменитыми. Но, скажу вам по секрету, на мой взгляд, именно их песни, их, если можно так выразиться, песенные тексты, и составляют то золотое зерно, которое есть в этой книге. Потому что по качеству они зачастую намного лучше и намного выше, чем песни наших так называемых звезд. Значит, эта книга, как я уже сказал, издана тиражом 6,5 тысяч экземпляров. Значит, распространяется бесплатно, ну, точнее, уже распространена. У нас осталось буквально несколько только этих книг. Но мы ищем, так сказать, спонсоров и прочее, чтобы издать эту книгу. Нам пришло уже 38 писем из различных структур, начиная от Министерства обороны, МВД, ФСБ, Росгвардии, Следственного комитета, МЧС, и юнармии, ДСАА, ветеранских организаций, молодежных организаций, различных патриотических фондов, союзов писателей и республик, с просьбой предоставления им этих книг. Частично мы смогли выполнить эту задачу, но, естественно, такого количества... Да, общий тираж запрашиваемый был 36 тысяч, но такого, конечно, количества у нас не было. Поэтому, к сожалению, насытить аппетиты, так сказать, всех мы не смогли. К тому же, когда я был недавно в Сирии, а я вот в сентябре побывал в Сирии, в ЛНР, в ДНР, с презентацией этой книги, везде нас замечательно встречали, просили... Кстати, в эту книгу тоже входит много людей из того же ЛНР, ДНР, которые писали об этой войне. И с честью они пишут и говорят, они опять же, вы можете набрать в интернете, вот эта антология современной патриотической войны песни, работайте, братья, или зайти на наш сайт Белые Журавли России. Там огромное количество сносок, там огромное количество презентаций. И я выступаю на различных там радио и телевизионных каналах, рассказываю о ней другие люди. Поэтому есть известные писатели, известные актеры, которые представляют эту книгу. Кстати, к слову сказать, что Михаил Иванович Ножкин и Лановой Василий Семенович, которые являются сопредседателями Бессмертного полка, также делали презентацию этой книги в Кремле. И эта книга была представлена, передана всем представителям 80-ти, региональным представителям вот этой акции Бессмертный полк. То есть во всех регионах она также есть. Чем еще эта книга замечательная? Я не сказал, что здесь собраны песни, только написанные после 91-го года. Даже пахнуто с добронравом, когда я у них был, спросили меня, А вы что, не любите советскую песню? Да нет, конечно же, я люблю советскую песню. Но в чем же была бы моя заслуга, если я бы просто взял и перепечатал известные песни? К тому же их и так все знают. А нам с вами, как Пево-Высовский, когда мы представим, там надо будет чем-то отчитаться перед Богом. Так вот, это и будет наш с вами отчет. Так вот, я также обратился к Зурабу Церотели, который входит в наш побечительский совет теперь. И сказал, Зураб Константинович, у нас ведь не только поэты, композиторы являются патриотами. У нас ведь художники наверняка тоже патриоты. А что он мне сказал? Конечно. Я говорю, а вы, Зураб Константинович, патриот? Конечно, сказал Зураб Константинович. А возглавляемая вами Академия, Российская Академия Художеств, в ней Академики-Патриоты, конечно, они дадут нам свои картины. Конечно. И вот с легкой руки Зураба Константиновича здесь вошло у нас более 20 академиков, членов Российской Академии Художеств. Вот здесь картины и репродукции картин. Ну, есть и памятники самого Зураба Церотели. А вот пошли уже репродукции картин народного художника СССР Шилова. Дальше у нас идут картины Нестеренко. У нас идут картины Никаса Сафронова. У нас картины Переиславца. Ну и так далее. Вот, кстати, картина дважды Героя Советского Союза, космонавта Леонова. У нас здесь картины студии военных художников Министерства обороны имени Грекова. Министерства студии Министерства внутренних дел имени Верещагина. Вот, кстати, они как раз. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Даже есть картина знаменитого нашего путешественника Федора Конюхова. Значит, вот Никаса Сафронова тоже, вот Никаса Сафронова картины. И, кстати, вот картина Федора Конюхова, защитники Москвы. Федор Конюхов, знаменитый наш путешественник, он тоже еще с советских времен академик, академии художеств. Значит, и, кстати, что удивительно, вы, наверное, все знаете, сейчас Федор Конюхов в кругосветном путешествии находится вокруг Антарктиды. Он уже прошел около шести, на руках, на веслах прошел около шести тысяч километров, и он везет с собой вот эту антологию. Кому это интересно или кто не верит, опять же, зайдите на наш сайт в разделе видео. Мы стоим там с Федором Конюховым, можно сказать, в обнимку. Он держит эту книгу, рассказывает про нее и как раз говорит, что он ее в ближайшее время возьмет с собой в кругосветное путешествие вокруг Антарктиды. Я к чему об этом так долго говорю, дорогие друзья? Лучшие песни, которые будут на нашем конкурсе, я включу, ну, естественно, песни, как вы понимаете, именно на темы любви, дружбы, взаимовыручки, любви к нашей России, к нашей природе русской, к нашей истории. Я включу, а я автор-составитель, как вы понимаете, вот тут написано, видите, Сергей Соколкин тоже. Так вот, я включу с удовольствием в эту книгу. Значит, мы ее будем пополнять, надеюсь, еще не последний раз. Второе, чем бы я хотел тоже, в общем-то, ну, если не похвастаться, по крайней мере, поделиться с вами, еще одна уникальная вещь. Это ежегодный альманах парад литературы. Для разнообразия мы его называем парад литератур традиционный. Почему традиционный? Потому что в бумажном формате, на бумаге, как это было на протяжении многих, так сказать, десятилетий или даже веков. Значит, это первое издание этого альманаха, но надо сказать, что он и делал много шума. Здесь включено, опять же, мы рекорд поставили, такого не было еще на постсоветском пространстве. Здесь 408 поэтов из 63 регионов. Больше нас было собрано только в советское время Евгением Евтушенко в его знаменитой антологии «Строф и века». Но она, во-первых, пятитонная, во-вторых, там поэты, начиная от Кантемира до наших дней, и в-третьих, что самое главное, он собирал ее всю свою жизнь. А этот альманах был собран нами менее чем за два месяца. У нас просто больше времени не было. Опять же, собирался он, как я уже говорил, при поддержке Союза писателей России. Участвовали, ну, практически все, я уже сказал, 63 региона. У нас 80, ну, здесь, если точно, 59 российских регионов и 4 постсоветских. Но мы ставим себе задачу охватить, ну, в общем-то, все 80 регионов и как можно больше хороших взять стихов и песен. Здесь уже представлены не только песни, но и стихи. Ну, и здесь, собственно, стихов подавляющее большинство. Книга, ну, на мой взгляд, интересная. Я еще раз повторяю, 408 поэтов. В этом году мы надеемся собрать больше 500. Но, опять же, мы будем продолжать. И, надеюсь, когда-нибудь мы перегоним и самого Евгения Евтушенко. Кстати, и там, и там Евгений Евтушенко есть. Нам, я в свое время с ним сам договаривался об этом, но взять его не успел. И мне уже его песни, тексты передала его вдова. Вот, Мария Владимировна. Также, как я уже говорил, чтобы вы увидели, вот мы выпускаем книги в таком формате. Вот, собственно, основное количество, я уже сказал, 35 книг. Вот это две больших книги. А так все они вот в таком формате. Это, в данном случае, антология дагестанской поэзии, молитвы о дагестанском небе, собранная мной. Ну, не все книги собирал я, как вы понимаете. Просто так вот получилось, я их все взял. А так, на самом деле, у нас участвовало огромное количество поэтов, огромное количество переводчиков. Вот, все это было собрано. И вот такие книги мы тоже издаем. Кстати, если кому-то будет интересно, кто-то захочет издать собственные книги, пожалуйста, обращайтесь. Об этом мы скажем чуть позже. Значит, мы будем, мы проводим и будем проводить конкурсы, где мы даже издаем эти книги бесплатно. Но это когда у нас находятся спонсоры, когда нам помогают. Но мы открыли собственное издательство в прошлом году, так как, в общем, достаточно большое количество книг. И, как вы понимаете, помогают не всегда. Гранты президентские дают тоже не всегда. И спонсоры не всегда есть. Поэтому мы, в общем, будем и, знаете, как бы коммерчески издавать книги. Но я вам должен сказать, что мы с Зульнорой оба профессиональные поэты. Я, как уже сказал, так сказать, вхожу даже в руководство Союза писателей России, я секретарь Союза писателей. Поэтому мне близки все те проблемы, которые есть у вас. У меня тоже нет лишних денег. Поэтому мы, собственно, потому и открыли это издательство, когда узнали про все эти цены. И мы смогли договориться. Мы работаем сейчас с тремя издательствами. И, собственно, все наши книги в мягкой обложке мы издаем в одном издательстве, в твердой мы издаем в другом. А вот такие буклеты цветные мы издаем в третьем издательстве. Потому что это просто дешевле. Мы все это узнали. И у нас наработаны определенные вещи. Поэтому я вам могу точно сказать, дешевле, чем у нас, вы не сможете издать нигде. Причем это будет дешевле разом почти в полтора. Поэтому, если это вам интересно, то, пожалуйста, обращайтесь. Адрес наш есть. Мы будем это делать. На полный цикл услуг, комплекс услуг уйдет времени в пределах месяца. Неделю чуть больше будет макетирование, делать файл ВПДФ, несколько дней вычетка. И порядка двух, максимум трех недель печать книги. И закончить я хочу приятными. О нашем конкретном, собственно, проекте расскажет Зульнора. Я еще не договорил о том, что у нас есть еще... К вам, правда, это не особо имеет отношение. Но, тем не менее, чтобы вам было интересно полностью, да. У нас еще есть детский конкурс. Мы тоже издаем по итогам книгу. Дружба народных величия России. Так вот, в этом году наш детский конкурс стал самым большим в России. Ну и, естественно, в мире. Потому что в мире никому в голову не придет такими вещами заниматься. Так вот, мы сами не ожидали такого результата. Мы по президентскому гранту запрашивали и говорили, что у нас будет участвовать примерно 12 тысяч. Хотя это тоже потолковая цифра. Таких конкурсов, как мне сказали, не бывает. Потому что в 2015 году, когда третий человек в стране, Валентина Ивановна Матвиенко, вот, письмо, видите. Она нам писала письмо поздравительное. И написала, что у вас замечательный конкурс, такой огромный. В нем участвует 3,5 тысячи человек. Я еще удивился, думаю, разве это много 3,5 тысячи? Это же смешно. А мне сказали, нет, это много. Потому что в основном во всех конкурсах участвует максимум тысяча. Ну, может быть, полторы тысячи. А так, в основном, по 500 человек и так далее. Так вот, и мы... Потом у нас было 7 тысяч, 9 тысяч. А тут мы хотели 15, но побоялись и заявили 12 тысяч. Так вот, я ездил в командировки, общался там в школах. У нас были выступления. Общался с министрами Дагестана Умаровой, КБР, ну и так далее, и так далее. И случилось невероятное. Как говорит писатель Проханов, произошло русское чудо. Но в данном случае не совсем русское, но все равно русское. Значит, наш конкурс набрал 204 тысячи участников. Мы превысили свои обязательства в 18 или в 17 раз. Сами обалдели. Нам тут же написало письмо, естественно, министр образования Васильева. Нам пришли письма от министров этих республик. Они мне звонили, говорили. Ну и так далее. То есть, вот такими вещами мы занимаемся. Но, конечно, как писателям нам близко и очень важно проведение писательских конкурсов, форумов и так далее. И вот, кроме, как я уже сказал, вот этого традиционного конкурса, у нас вот сейчас мы запускаем конкурс видео поэзии. А в перспективе будет запущен также еще парад литературы, сетевая поэзия. Но это чуть позже. А пока хочу закончить тем, что рассказать еще в двух словах, какие у нас были призы. Пока я ничего не говорю, просто рассказываю. Самый дорогой и ценный, это, наверное, вот этот приз. Это статуэтка, созданная самым известным в мире скульптором Зурамом Церателем, который входит в наш попечительский совет и делает ежегодно нам эти статуэтки. И вот все эти великие, так сказать, наши лауреаты, начиная от Кобзона, Конюхова и Зельдина и прочих прочих, получали именно вот эти статуэтки. Также у нас есть премия работы эти братья имени Нурбагандова, которая была учреждена при поддержке Министерства внутренних дел. Потом нас поддержала Росгвардия, поддержал отец Магомеда Нурбагандова, который приезжал к нам. И первый, кому мы это вручили, это посмертно самому Нурбагандову передали это в руки его отцу, который при этом встречался с Путиным, получал у него из рук звезду героя для своего сына. Вот награждаем такими статуэтками. После этого ее получили два героя Российской Федерации. И вот такая статуэтка, которую мы вручаем, это в данном случае у меня в руках бюст Александра Сергеевича Пушкина, но таких бюстов большое количество. Все наши известные, знаменитые писатели, поэты, и Лермонтов, и Есенин, и Маяковский, и даже вплоть до Сергея Михалкова, которые мы вручаем нашим поэтам, победителям парада литературы традиционной. Мы их, надеюсь, будем продолжать вручать и дальше. Также мы вручаем ордена и почетные знаки. Но орден я здесь сейчас не захватил. У нас вот здесь в буклете даже есть фотографии ордена и почетный знак. Но чем он интересен? Значит, в этой общественной награде, в общем, она уже стала и не совсем общественной, потому что подпись к ней поставил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Баринов. То есть, фактически, федеральный министр. И вот почетный знак с подписью Баринова, ну и моей как председателя просветительского проекта, мы вручаем детям-победителям, победителям литературных конкурсов и так далее. Также мы вручаем почетные грамоты, мы вручаем дипломы. Ну, не только такие, у нас еще много, у нас есть и металлические плакетки и так далее. Вот, собственно, что я хотел сказать. А непосредственно о самом конкурсе, интернет-конкурсе «Парад литератур, видео, поэзия» вам расскажет его куратор Зульнора Бурханова.